Ребята, видео будет длинноватое, его цель следующая, попытаюсь объяснить. Смотрите, очень много ребят, которые я замечаю, они занимаются языком, ожидают, что у них начнет получаться, но не получается. Они, я не знаю, что там себе могут придумать, кто-то думает, что может не для него, кто-то думает, вся, ребят, я оборву на этом объяснение, да, вся причина, нужно понять, как изучать язык. Вот этому я уделю видео, да, это. Я вас прошу сейчас остановить видео, подготовить лист бумаги и ручку, и кое-что записывать. Первое, запишите. Если вы соберетесь пойти в школу, то важно быть в группе, потому что в группе идут постоянные рекомендации, постоянный идут код, то есть надо вариться в этом. Какой принцип группы? Люди разные в школе. Кто-то приходит, чтобы устроиться на работу. Есть такие люди, которые вышли из школы, устроились на работу. Кто-то приходит и рад, что написал первый код. Кто-то пробует свои силы. По-разному все, да. Группа устроена таким образом, что ребята, которые делают все домашние задания, я стараюсь их направлять и давать советы. То есть то, что... Почем советы? Это то, что всплывает. Где-то какие-то шероховатости, где-то недопонимания я вижу и направляю. А люди, которые, допустим, меньше занимаются, у них нет времени. Я думаю, что они с удовольствием смотрят эти материалы и тоже подтягиваются. Итак, давайте сначала прочитаем. Вот Александр Щегрецов. Все так, да. Я потом поясню, в чем. Разница в том, что в тот раз время было потрачено, а это инвестирование. Инвестирование. Движемся дальше. Вы знаете, ребят, я цену знаю себе. То, что моя школа ставит на ноги программистов. Почему этот человек так написал? За месяц у него изменился код, изменилось отношение. А помните, я начинал видео с того, что постараюсь уделить сейчас видео тому, как правильно учиться программированию. Пока я оставлю, сейчас мы вернемся, да. Просто вот, допустим, вот был Эдуард Асанович, да. Тоже парень как-то пришел. Ну, раньше, да, пришел. И нашел мою школу. Ну, дизайн у меня некрасивый. Сейчас стараюсь все переделать. И пошел в школу, где пообещали трудоустройство. Никуда он не трудоустроился. Пришел через год в мою школу. Через месяц начал писать метаклассы. То есть, неплохо пошел. То есть, начал разбираться. Научился учиться. И все у него пошло, да. Сергей Асачий. Этот парень вообще начал писать на двух языках через полгода. Вы прочитаете истории. Так, я сейчас, если выйду, группа уберется. Сейчас я по-другому сделаю. В любом случае, прочитайте, начинать надо с сайта spb.letut.ru, прочитаете вот истории ребят, посмотрите, и надо заниматься, да. Теперь я вас попрошу записать первый свой листик. У меня уже мышление программиста. Ребята, первая проблема, которая заключается у ребят, когда они приходят, мы пока языка не касаемся, то, что они пытаются изучить язык как нечто чужеродное. Но это не так. Смотрите, ведь язык делался для мышления человека, и он не чужеродный. И первое, то, что надо это понять. Как это понять? И дальше, вот на этом моменте, мы сосредоточимся. Вы знаете, все очень просто. Я вот это, то, что сайд школы переделываю, здесь просто сдал файл, мы кода не будем писать. Сейчас. Действие за кодом Давайте представим, что вот это вот просто тетрадный листок. И мы мы с вами напишем сейчас ну, например, нам надо в магазин ну, обычный день купить хлеб да, там молоко сметану огурцы помидоры ну, и так далее пока хватит ведь теперь я у вас спрашиваю я написал то, что вы делаете часто идете в магазин составляете список список составляете то есть за вашим мышлением стоит список да, то есть вы составили список дальше у вас в голове появляется путь, куда вы пойдете в магазин да, карта вы знаете да, вот магазин тот-то вы придете в магазин вам придется совершить массу действий открыть дверь дальше когда, конечно, вы знаете магазин то вы четко понимаете если пойти направо там будет сметана молочный отдел хлеб будет в другом отделе огурцы, помидоры будут где овощи, фрукты скажите, пожалуйста я вас попрошу первое за собой понаблюдать понаблюдайте в течение недели за принятием решений вами я привел магазин только как пример но у вас в жизни разные ситуации вы идете на работу в тренажерный зал куда-то там ну по вашим хобби вы ведь постоянно принимаете решение я сделаю это или это если будет так то я сделаю вот так if else и многое другое то есть у вас происходит постоянный выбор но ведь да, просто сказать ну, что сделать взять просто и сделать но ведь за вашим размышлением стоит осмысление да, то есть постоянный выбор то есть вы думаете как программист а теперь подумайте вот это то что я написал наша задача не изучать язык и нечто чужеродное а первое понять, что мы уже мыслим как программисты от природы наш мозг это тоже суперкомпьютер который абсолютно этими понятиями уже оперирует и наша задача всего лишь помочь через компьютер то есть в компьютере это может быть сайт программа передать то, что мы хотим сделать другим людям либо сделать это в виде продукта а давайте подумаем если мы составляли список в магазин ну хорошо у нас Python как это сделать на языке тот же список просто если вы изучаете Python то вы четко понимаете что для компьютера список список это просто квадратные скобки и дальше мы внесем вот теперь наш список который мы только что держали бумажный в руках доступен компьютеру через язык программирования Python как список единственное вот это у нас строки значит мы это делаем как строки просто каждую деталь компьютера надо описать при помощи символов смотрите вот это был список на бумаге вот это тот же список но уже понятный компьютеру который можно поместить в программу который можно передать через компьютер другим людям сделать программу где можно вбивать список человек может вбивать вообще свой список и результаты и так далее что поменялось в данном случае ничего не поменялось мы последив за своим мышлением подумали вот у нас есть список а как я могу выразить тот же список для языка программирования там тоже есть тип данных список а дальше просто мне надо понять как перебирать элементы удалять добавлять при помощи чего наверное уже даже новичок слышал что есть понятие мини программы функция которая будет делать разные вещи и так далее сейчас я хочу чтобы вы поняли принцип давайте я просто сейчас потому что отражается в тф-8 чтобы не выписывать русские символы ставлю это список то же самое значится ну хлеб молоко английскими и запущу вот наш список да он есть если допустим смотрите у вас когда допустим у вас кто-то спросит покажи список вы просто протягиваете бумажку и все компьютеру надо объяснить то есть вам просто необходимо будет выучить всего лишь команду print показать и вот наш список показан если мы хотим считаем что мы с корзиной например да мы с корзиной идем и нам надо положить нечто положим туда макароны для этого нам надо четко просто понять мы берем протягиваем руку да к полке точнее будет сказать не к полке а допустим чтобы нам дописать список нам надо просто взять ручку и записать допустим макароны но компьютер надо объяснить то есть мы знаем что у списков есть методы и append это добавить поэтому вот мы ввели это а дальше опять посмотрим показать и мы видим что уже в нашем списке появилась паста да то есть по сути дела понятно что если есть метод добавить значит будет метод удалить пересчитать и все прочее когда вы будете думать именно так именно так именно думать идти от головы к коду а не от кода а не изучать код как нечто инородное тогда будет все нормально это первый момент по сути дела то что я рассказал ведь вы поняли согласитесь здесь сложного ничего нету и на самом деле в программировании самые сложные вещи состоят тоже из простых вещей то есть вы себе записали понаблюдать за собой в течение недели где бы вы не были по сути дела что можно сказать простое о программировании что такое изучение программирования мы пока не ставим вопрос как изучать чуть попозже по сути дела изучение программирования это наше выражение своих мыслей в виде программы то есть по сути дела да логически программа она живая потому что это воплощение ваших мыслей она будет изменяться потому что у вас будут рождаться идеи давайте вот сформулируем в основе изучения программирования лежит сначала всегда идея да идея вот вы идете в магазин ваша идея купить продукты это же идея будет в программе до выражаться второе мы просто делаем при помощи типов данных а типы данных в данном случае вот мы с вами уже коснулись типа данных список да если раньше у нас он был на бумаге то теперь этот список понятно языку программирования python мы для себя выучили что квадратные скобки обозначают список и именно обозначение этими квадратными скобками дает возможность типу данных как список пользоваться я уже сейчас не искал свои уроки пользоваться вот то что попалось первое пользоваться разными методами а теперь ребята ведь все очень просто особенно в python вот подумайте вот теперь логически да не надо тут семи пядей во лбу вот тут есть элемент 1 2 3 4 5 только программирование допустим они начинают с нуля 0 1 2 смотрите получается список это последовательность правильно ну то есть в определенном порядке вот этот элемент стоит допустим для нас на втором месте но он следует значит за первым значит вот тут у нас появляется следующие вещи значит по сути дела список мы можем добраться до 2 до 3 до 4 элемента пересчитать их то есть все логически это тоже самое то же самое что мы берем список считаем нам надо купить 1 2 3 4 5 там 6 макароны 6 продуктов то же самое мы можем сделать применив цикл for да мы сейчас не будем но пересчитать сколько нам это сделать программой идея то понятно то есть по сути дела но слова мы записали в виде буков да но вы же пишите писали по крайней мере сегодня по почте пишите письма да это называются строки без них никак ни один ни один язык не обходится без строк а теперь посмотрите на строку есть тоже элементы 1 2 3 4 5 значит это тоже последовательность абсолютно верно только в языке программирования есть понятие что допустим строка к не особое отношение она не изменима то есть мы можем изменить но если список мы можем как хотим вертеть то к строке подходит серьезней создается в память сохраняется основная потом все что мы делаем просто как копии да чтобы мы же не хотим чтобы мы послали письмо и пока оно дошло было абра катабра то есть в строке есть определенное сохранение но все равно получается все довольно просто все довольно просто на самом деле по сути дело при помощи типов данных они разные списки словари кортежи строки и так далее да при помощи типов данных мы выражаем то что мы хотим вложить то есть вещественную да в данном случае это продукты дальше есть методы вот мы когда зашли в магазин то по сути дела взяли корзину и тянем руку чтобы взять макароны с полки но мы же не можем сказать компьютеру слушай ну-ка скажи нам как взять макароны с полки но мы можем всего лишь уделив немного времени понять что есть метод аппенд то есть добавить и применим его положить эти макароны в корзину то есть методы и так далее так далее мы начинаем в школе что я сказал изучать язык с нуля просто я хочу чтобы вы первое что сейчас поняли то что язык это то что у вас уже есть внутри вы уже программист хорошо оставим пока это а если у нас допустим дома дети у нас там есть дикла 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 фос там ну продукты которые не надо что попадали к детям то есть по сути дела мы их допустим ставим верхний шкафчик куда не дотянутся еще закрываем там на ключ тогда мы думаем хорошо значит нам надо что сделать то что мы не хотим чтобы было изменено и было именно там мы берем тип данных кортеж там уже меньше методов и допустим то что там будет кортежа уже как как сделано так сделано изменить извне нельзя и и так далее будете в школе изучать типы данных отсюда мы уже можем размышлять если вы понаблюдаете неделю за собой то в конце концов если вы решили описать поход магазин то вы могли уже думать кодом да ну как кодом например вы могли подумать хорошо как мне выразить составление списка составление списка это монотонное действие просто будут будут разные продукты но принцип один и тот же каждый раз записываются элементы и тут нам на помощь приходит функции многократно применяемые малые программы где мы можем описать в жизни у нас все происходит просто взяли оторвали кусок бумаги взяли ручку написали но то же самое по принципу происходит и для компьютера только здесь вы просто написали функцию при помощи методов аппант и импут допустим ввести да нечто в этой функции описали эти действия и все вы можете уже применять потом вторую функцию вы написали поход магазин третью функцию как вы выбираете продукты если нужно сметана то надо идти направо если надо помидоры то надо идти налево и так далее и так далее опять идет обычное мышление просто у нас добавляются функции и так далее но принцип вы поняли один из последних примеров один из последних примеров один из последних примеров вот допустим александр щегрицов человек занимался определенное время я языком но писать не начал когда он начал писать первые сообщения моему опытному сглазу сразу бросились глаза все его проблемы слава богу что он понял это и эти проблемы у многих ребят то есть александра он довольствовался пониманием в принципе пониманием в принципе вместо того чтобы разбираться досконально и вот это его тормозило получалось вроде он изучал много вроде понимал по принципу выходил на уровень на котором пока оставался код вижу понимаю но писать не могу почему это происходит это происходит когда упускается база есть база вот то что мы изучали типы данных функции и так далее и так далее в школе я всегда говорил что начали дошли до функции python прошли их сразу начинаем работать с этим разделом самостоятельные работы то есть за эти годы я выработал целую систему которую вот прошлое видео могли не смотреть которая и есть суть изучения языка ну вот возьмем школа построена на видео уроках я щас приведу пример не хочется ну вот возьмем курсе айтик в минске до курсы вот вот я так ну не могу делать почему не могу обещать что вы устроитесь на работу не могу говорить что вы будете зарабатывать там три тысячи долларов хотя многие ребята потому что моя цель научить писать язык а как человек будет это делать это шестьсот долларов просто вот я вам показал реальные цены да восемь недель обучения скажите сколько вам надо чтобы научиться программировать ну вот сколько подумайте вам достаточно месяц вам достаточно два вам достаточно три тогда давайте возьмем вообще профессиональное нечто да вы наверное не раз слышали что хочешь овладеть профессией сколько лет надо отдать я думаю вы примерно сказали пять лет хорошо давайте поставим новичка который через три месяца будет зарабатывать уже там семьсот долларов ребят а вы подумайте возьмите автомобилиста который купил автомобиль он вам через два месяца поменяет поршневую угу сейчас так поменяют что вы потом вообще нихрена не соберете ах в том то и дело а я считаю немножко по-другому по-другому вы знаете почему вот я сейчас скажу слова вот в школе пишут все кто хочет потому что у человека должно быть должна быть возможность прийти и изучать до тех пор пока не получится как как одному надо разобраться со списком один вечер второму две недели вопрос при этом это не значит что то кто две недели разбирался не напишет новый инстаграм это совершенно не значит важно что будет результат и у первого и у второго и вот этим мы занимаемся в школе в группе когда человек может спросить раз два три сделать задание направить скажите пожалуйста просто на самом деле я же не против курсов но большинство курсов это просто бизнес будем говорить так вы знаете есть примеры вот миша беликовский да сейчас я остановлю просто я хочу кое-что показать Эдуард но он там попросил некоторые вещи не показывать когда миша пришел в школу он после курсов на которых он не начал писать кота в школе уже начал писать и и очень неплохой код я помню к его первый код когда он описывал джанга то есть понял как дело да то есть все вот как в школе я учу все расписывал для себя то есть читая я понимаю что человек понимает о чем говорит означает что это поле может не заполняться коррекция сохранится теперь почитайте истории будет в описании ссылка теперь вот что давайте посмотрим по времени просто чтобы вы понимали что изучение пайтон вот как я не нашел там сообщение Эдуарда Осановича но изучение пайтон должно стать частью вашей жизни для кого-то хобби для кого-то целью потому что вот касаясь того же Эдуарда вот он пришел там хочу устроиться на работу я ему говорю так что ты сидишь иди давай дуй на интервью и записывай вот он пришел то то не знаю пошел изучать начал изучать метаклассы я ему говорю потом сначала он мне писал что вот для Джанга не надо знать пайтон я ему сначала расписал но не доказывал прошло прошел месяц говорит да действительно вы правы когда я на основе его вот этих сомнений сделал курс если надо все это мне помечать чтоб вы тоже посмотрели чтоб вы тоже посмотрели так переписываю я сайт сейчас поэтому будет выглядеть по-другому но все это идет медленно вот вот не понимаем Джанга но хочется как быть да когда я написал курс вот этот там пять уроков где в принципе разъяснил где надо применять логику пайтона проблема в чем большинство людей что они пытаются допустим Джанга а Джанга вот сейчас отвлекусь понимаете то кто понимает Джанга тот все другие библиотеки понимает без труда потому что Джанга довольно сложный да но при этом в основе лежит очень простые вещи которые в принципе гениальны но понять их надо ну немножко потрудиться хорошо но вот я когда объяснил где надо применять логику пайтон где не надо то в принципе потом было сообщение вот потом и написал Валерий Иванович здравия вам я разобрался с Джанга теперь все понятно стало как на ладони спасибо что подняли вопрос следой для Джанга ну и так далее и так далее я к чему это говорю да немножко отвлекусь так вот смотрите например в школе более 17 суток видео да это полмесяца посмотреть осознать проделать вы знаете надо много времени на самом деле поэтому я говорю делайте не спеша а теперь давайте оставим еще два аспекта мы не зря были начали вот сначала да а потом по времени начал человек разеваться его я ему написал ну где делся этот забияка который начал потом расписывать для себя да уже в школе такой принцип если допустим ты делаешь задания все да то я направляю но если ты делаешь то делай так чтобы когда кто-то читает он понимал что вы понимаете о чем пишите и он сам понимал для себя вот вижу убрался тон задаваки вижу перед собой нормального человека показывающего пример так приятным ну можете же и энергия пошла молодец не знаю куда шел тот парень забияк сейчас вижу подающие серьезные надежды программиста то есть начал 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 развиваться очень много сделал Сережа Асачи в школе много вложил Дима Нак да то есть ребята которые занимаются я радовался сайту первому ужасе Бегжанова а вот а вот теперь я остановлюсь на том Саша Рогожин хороший парень и у нас все классные ребята вот смотрите что явилось ошибкой да вот это видео я пишу и для Александра Валерий Иванович я участник группы прошу проверить домашнее задание потом я описал Александру сейчас для вас прочитаю да что в школе немножко по-другому построена группа на слух воспринимайте Александр Рогожин спасибо что стараетесь делать вам нужно понять как устроена школа и для чего группа то есть просто проверки заданий у нас нет да и физически это невозможно сделать самое главное это ничего не дает ни вам никому другому в школе разные ребята есть ребята которые больше времени у которых больше времени есть ребята у которых меньше времени у всех разные цели кто-то занимается для устройства на работу кто-то занимается для того чтобы создать проект кто-то занимается для себя и рад написанному коду собственными руками важное в школе что здесь место всем здесь я немножко остановлюсь ребят понимаете ну конечно мог бы я написать что вы устроитесь на работу вы там сделаете то вы будете зарабатывать там 5000 долларов. Я и так знаю, что вы это можете сделать каждый. Но ведь, понимаете, ну, немножко противоречит обещания какие-то моим внутренним внутренним моим чувствам. Наверное, это является для меня минусом, потому что я в полную силу не использую маркетинг, как другие школы, вот как Эдуард нашел школу, а пошел в другую, потому что там обещали устроиться на работу, в итоге пришел через год. Я для себя просто ставлю цель научить человека писать код. Да? А как он будет использовать, устроиться на работу или будет радоваться первому коду, это его дело. Я просто знаю, что в школе пишут все. Так. Есть ребята, которые делают все домашние задания на постоянной основе, то есть регулярно. Их не очень много. Сергей Асачий, Дмитрий Нах, появился Александр Щегрицов, но есть другие ребята. Так вот, эти ребята делают домашние задания, выплывают, во-первых, сопутствующие вещи, которые нужно знать, а также выплывают слабые места. Я этих ребят стараюсь направить, конечно, помочь раскрыть им в их программном коде, то есть даю дополнительные задания, на которые эти ребята тоже дают все ответы, то есть не выбирая. Если это является минусом, это надо подправлять. Я дальше просто поясню. А у ребят, которых меньше времени, они смотрят эту переписку и уже решают, ага, мне это надо, мне это не надо. То есть получается помощь всем. Вот видео Димы Нак, я показывал, еще один участник, да показал себе, что может писать код, и он форму очень классно сделал. Так вот, возвращаемся к Александру Рогожину. Спасибо ему. Когда я прочитал код Александра, на таком вот коде построено большинство школ. Я ему написал. Вот именно то, чего я не увидел в вашем коде, вы прислали мертвый код. Все верно, но в жизни в нем нет. А я хочу, чтобы вы поняли, что язык или ООП, оно у вас уже есть. И вы объектно-ориентированное программирование используете каждый день. И вам нужно понять некоторые моменты, чтобы передать свои мысли другим людям. Иными словами, иными словами, я, когда посмотрел на код Александра, да, в принципе, примеры, да, этот код, он абсолютно ничего не дает. Да, вроде все верно. Сейчас покажу немножко другой код. Даже не код. Здравствуйте, Валерий, я пока остался в школу, тоже очень хорошее задание делал, думаю, вернется. Иногда заглядываю, хотел сейчас затронуть тему инкапсуляции. Я понимал еще раньше, как сокрытие реализации, но возможно ли такое в питон? Напрашивается ответ, да, очевидно. Ведь мы можем использовать два лидирующих нижних подчеркивания, чтобы скрыть метод или атрибут. И тем не менее, в питон можно получить доступ к скрытому атрибуту. Валерий прекрасно все продемонстрировал в своих уроках. Вроде как в питон нет инкапсуляции при таком раскладе. На самом деле, в питон нет сокрытия, учитывая вышесказанное. Но инкапсуляция, безусловно, есть. Если вы спросите, а в каком языке есть сокрытие, то вам на этот вопрос очень хорошо ответят джависты. В джава есть сокрытие, инкапсуляция. Абсолютно верно. Апривиаты, протектор, паблик, дефалт. Но это не единственная их функция, естественно. То есть, в питон есть только инкапсуляция, далее определение. Инкапсуляция это механизм. Заметили разницу между кодами? Вот здесь человек рассуждает. Рассуждает о вопросе, который его волнует. Да, он для себя сделал открытие. Саша Рогожин недавно пришел. И он сейчас показал принципы, но в них нету ответа на вопрос в этом коде. Зачем? Ребята, вот смотрите, это важный момент. И дальше мы должны перейти к тому, как учиться. Потому что я же не могу бесконечно видео. Таких видео очень много, и все их надо смотреть. При этом я Сашу ни в коем случае не ругаю. Это нормальный эффект для человека, который недавно пришел. И я его немножко расстроил. Понимаете, вот когда я посмотрел этот код, и я сейчас, Саша, если вы смотрите, спросите у себя, есть ли у вас в размышлении действия кодом? Здесь нету зачем. Здесь чисто техническая информация. То есть здесь нету никакой идеи. И вот сейчас я, Александр, именно вам, Александр, дам два совета. Я вижу, вы стремитесь к этому сейчас. Запомните, ребят, очень простую вещь. Вот это все может ожить, но что для этого надо сделать? И свяжем потом вопрос с Александром. Давайте попробуем оживить код. Так вот, в вашем случае, Александр, во-первых, что надо сделать? Первое. Рассмотрите абстрактные классы. Но до этого вы должны проделать два действия. Действие номер один. Функции. Я увидел, что у вас в них проблема. Вы стараетесь избегать функций, да? Сейчас я, а нет, я попозже. Функции. Ребят, есть понятие база. Вот когда человек пишет сообщение, а людей ведь через колу прошло великое множество уже, да? Конечно, у меня нет там, как там на Гиг Брайенс, там миллионы, да? Прогоняют, как не знаю, ну ладно, это их дело, они деньги зарабатывают, а мне важен результат, это дело какое-то для меня, важна база. И вот моя задача, когда я подсказываю человеку, когда вылазят сопутствующие, да, то вбить эту базу, например, ведь ничего удивительного нет, вот есть парень такой, хороший парень, у нас все хорошие, Саша Ситушкин, вот он пишет, что когда он писал графические интерфейсы, он, допустим, этот супер не понимал, он его писал, но как он работает, он не задумывался, а есть вещи, есть вещи, да, которые просто, я считаю, допустим, что человек должен знать сразу, да, то есть нельзя сказать, что вот это не надо знать, эти вещи, вот именно когда я начал планировать новую школу, я на этот метод напоролся, методом практики, да, здесь вся работа в группе самостоятельная сейчас, в данном случае, вот, простые очень вещи, да, ну, допустим, мало указать init, да, конструктор init, я увидел, что в данном случае Саша Рогозин, не делая код профессионально вроде, но не оперировал понятиями конструктор, метод, передача, то есть я понял, для него этот код мертвый, это бросается в глаза, и мало того сказать, надо знать init, self, то есть надо, чтобы в голове выстроился порядок действий, создание ссылки, выделение места, и так далее, или тот же метод супер, да, вроде человек еще не понимает ООП, но я говорю, ребята, вот это надо изучить сейчас, дальше идет и другое, и третье, но перед этим мы проделываем уроки с функциями, функции, функции, понимаете, опять идет недопонимание, недопонимание чего, сейчас я где-то, 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 секундочку, вот смотрите, просто покажу, что есть немножко большее понимание, которое бы хотелось бы видеть, и которого мы идем в школе, например, мы коснемся чуть позже, но я просто скажу, сейчас, чтобы вы увидели, смотрите, когда человек рассуждает, здесь при создании декораторов, он рассуждает именно категориями языка, мы постараемся достичь подобную функцию в Python, хотя и с некоторыми ограничениями, во-первых, как Python не имеет явный этап компиляции, наши ошибки возникают только в среде выполнениях, во-вторых, Python типа аргументов возвращаемых значений не с сигнатурой метода, так что мы можем тоже оставить его, это заметное отсутствие, но мы все же можем проверить наличие желаемых методов типом реализации, следующее, название количества аргументов, название аргументов, значение по умолчанию для аргументов, поддержка функций неопределенного количества аргументов, я к чему прочитал это, пусть это вам, особенно новичкам, сейчас не будет понятно, просто-напросто вот здесь понятно, что у человека очень мощно поставлена база, понимаете, вот когда я читал код Александра Рогожина, там просто было вверх упоминание что где что, но базовые понятия и что почему происходит, они не расписаны, он их избегал, почему? Сразу бросается в глаза, что база именно работа с методами, а метод это и есть функция, у него страдает, поэтому я ему сказал, что проделать уроки вот здесь, да, практика Python-O-P, проделать все уроки, и там есть очень много а здесь страниц урока, которые проделал Асачи Сергей, но работа с функциями, тогда будет прок, и вот здесь я продолжу, вот именно если Александру, у кого есть такие проблемы, сначала разобраться с функциями, то есть вы должны представлять функцию, вот как мы с вами в магазин ходили, так же, но при этом у вас в голове должны всплывать аргументы, а как вы будете что использовать, то есть при четком понимании, что включая в себя функции, как это работает, вы сможете только очень четко понимая, тогда что-то планировать функции. Второе, если мы хотим разобраться с методами, которые вот пытался, то лучше это всегда делается с абстрактными классами, но здесь у нас выплывает вот то, к чему я потом сейчас перейду. Так вот, Александру Агожину, смотрите, если вы хотите оживить код, то давайте я вам покажу просто пример. Вот у нас есть 10 дверей, ну, пусть это будет сейчас 100 дверей у нас, но мы 100 не нарисуем, да, долго будет. так. Вот смотрите, есть у нас, сейчас у нас нарисовано 5 дверей, но будем считать, что у нас их много, у нас их 100 дверей, 100 дверей. Вот смотрите, каждая дверь имеет замок, да, у нас есть замок. При этом 50 дверей имеют электронные замки, а 50 дверей с ключами, то есть 50 на 50. 50 электронные, 50 с ключами. Смотрите, что происходит. вот этот код, когда мы открываем, который мы открывали Александра Рогожина, он мертвый, но я вижу его желание, да, говорю, надо быть в группе, ребята, этих же советов, они постоянно идут, но просто это надо брать и делать. Ну, вы видели тот код, я уже не буду сейчас искать. получается, что у нас? Получается, что теперь мы действительно что-то можем сделать. По сути дела, мы можем описывать каждую дверь, это будет глупо, но с другой стороны, мы можем описать абстрактный класс дверь. Дверь ведь имеет размер, да, высоту, ширину, цвет. Дальше, дверь имеет замок. И если мы можем описать первый абстрактный класс, а потом уже наследовать от него, конкретно писать методы только как закрываются электронные замки и такие, и вот тут нам уже начинают приходить мысли, какие-то методы мы должны будем инкапсулировать, потому что нам же не должно быть доступно какой код замка. Вот тут начинает работать правильно и рождается правильный код, да, вот в данном случае с Александром Рогожиным оживить код в его сознании надо сделать две вещи, функции очень четко изучить и начать с абстрактных классов. И в данном случае его код, то, что он хотел понять, эти приобретут живой образ и станут его мышлением и его размышлением. Теперь давайте посмотрим еще один момент. Вот Александр Щеглецов рассказывал, «Интерфейс» «Интерфейс» спросить, ответ я знал какой ожидать. Вот я к Сэльфу у меня были вопросы к нему, чтобы было четкое расписание. «Интерфейс» я вам писал, когда насчет интерфейса возможно в университет такое объяснение пойдет, но оно ничему не учит, не переживайте, я ожидал этого, и вот показывал то, что вам пример, как человек размышляет функциями, да, потом вижу, что у него вообще отсутствует понятие паттернов, а ведь есть готовые паттерны, на которые надо обращать внимание, то есть в принципе это и есть наше стезядье мы можем найти себя, и я попросил разобраться, что такое интерфейсы, потому что ответ, который он написал, он был очень ожидаемый для меня, но он был абсолютно неверный, и это не было мысли Александра, да, где этот ответ, сейчас постараюсь найти, вот, это объяснение с Википедии, объяснение, за которым нет мыслей в его голове, читаем, спасибо за уточнение, да, когда я спросил, что интерфейсы, сейчас разбираю, приступлю к супер обязательно, насчет интерфейс, это гарантированный функционал, который будет доступен пользователям нашего класса, из наших, ваших вариантов это обязательство, другими словами, еще называют контракт, то есть, по аналогии с контрактами жизни, мы с одной стороны и пользователи нашего класса, с другой заключаем соглашение о том, как пользоваться нашим классом, прописываем, какие методы доступны, как использовать, что за что отвечает, если пользоваться только методом, прописанными иными словами, я не увидел в этом ответе конкретных действий, я ему дал совет, если не знаете, значит, берите некий конкретный пример, и дал пример с ссылкой, то есть, вот здесь сразу вылазит 100, вылазит следующее, ребят, а вылазит следующее, вылазит то, что в данном случае перекрыт доступ к серьезному программированию, пока перекрыт, он это исправит, 100%, ведь другое исправил, помните, мы его только что рассматривали с дверями, смотрите, ведь вы в интернете, когда почитаете, да, не задумываясь, там же очень много мути написано, одни интерфейс воспринимают как абстрактный класс, другие ищут там отличия от абстрактного класса, третий как-то по-другому, а я у него спросил, а как лично вы воспринимаете интерфейс, какой код, чем вы будете размышлять, когда вы говорите слово интерфейс, вот оно к такому принципу, когда мы хотим написать более сложное, очень подходит, и здесь оперируя понятием интерфейс, что оно в мозгах к нам подтянет, чем мы будем размышлять, понимаете, если допустим мы хотим поменять в автомобиле свечу, то у нас в голове ясно, очень четко уже есть, мы берем свечной ключ, ставим на свечу, откручиваем, есть конкретные действия, когда мы идем пить чай утром, у нас тоже есть в голове конкретный порядок действий, мы четко знаем, где поставим чайник, где стоит у нас чай, куда мы положим пакетик, с чего мы нальем, чем мы будем мешать, мы же не приходим на кухню и думаем попить чай и поэзию help, да, что делать, нет, у нас есть четкий порядок действий, я к тому скажу, что в данном случае, когда Александр написал интерфейс, порядка действий здесь нет, а значит, более сложных вещей, абстракция, какие-то другие вещи, они у него выпадут, и мы много исправили с ним за этот момент, да, он начал писать хороший код, но надо же расти дальше, и когда вот это затронули, то оказалось, что буксуем, а я его попросил, давай-ка Александр, описывайте, что для вас есть интерфейс, постарайтесь на примере разобрать, но выявить, и вот здесь, ребята, вступает очень важная вещь, давайте попытаемся, все-таки я немножко хочу рассказать о своей именно системе обучения, которое вложено в школе, в основе лежит изучение двух языков, ведь, понимаете, я много очень рассказывал на моем ютуб-канале, много видео по зачем изучать несколько языков, это просто, опять же, не главное, это еще один, я говорю всегда так, не знаете, открывайте язык со статической типизацией, там компиляция, там не может быть понятий как в Python множество, да, там конкретно, что такое интерфейс, это не значит, что в Python будет так, но я просто хочу, чтобы вы мысли свои привели в порядок, и поняли для себя, что такое интерфейс в Python, по крайней мере, что вы под этим будете подразумевать, чтобы оно соответствовало документации, в вашем мозгу оно может объясняться как хотите, но соответствует документации, но при этом на выходе, что оно за собой понесет, то есть всегда надо изучать два языка начинать, вот в этом и есть смысл моей системы, открывает ли это путь к любым языкам, да, а какая разница, когда мы изучаем переменные Python, переменные Kotlin или переменные DC, да нет, везде идет выделение памяти, вопрос, где хранится, как хранится, как инициализируется и так далее, понимаете, когда подключается механизм сравнения, ваш мозг начинает работать продуктивно, но механизм сравнения никогда не подключится, пока вы копаетесь в одном языке, поэтому я говорю, берите Kotlin, и я почему Kotlin не раз отвечал, потому что языки надо делить в голове по рынкам, Python написан Instagram, YouTube, да, то есть огромные сайты, что вы напишите на Python, вы еще даже не знаете, но это мощнейший язык, это Web, Kotlin это и Web, и мобильный рынок у вас под рукой, и Java у вас, вы в любом случае к нему потом придете, когда вы прочитали интерфейсы в Kotlin, у вас, по крайней мере, начнется понятие, ага, в Kotlin так, а как в Python, начинают работать мозги, у вас появилось что? Правильно, ребята, отправная точка, поэтому система строится всегда на изучении двух языков, я уже не буду дальше, Саша, думаю, и те, кто изучал и видит в школе как Саша, как Сергей Асачи работают, то есть, ну, равняйтесь на этих ребят, на Диму Нага, который в форуме разбирал, есть видеоурок, смотрите, видеоурок, вот у Димы, у Александра Чегрицова, он много времени отдал программированию, но при этом код понимал, писать не мог, сейчас начал писать, начал размышлять, начал, начал делать правильно, то есть, начал применять то, чему научил, он написал, что здесь меня научили учиться, потому что изучение языка должно идти определенным образом, видеоурок, это только начальная часть, я это описывал вчера, но уже удалил те файлы, поэтому сейчас постараюсь найти, чтобы не терять время, как заниматься, сначала мы смотрим видеоурок, когда мы посмотрели видеоурок, многие просто пошли дальше смотреть, дальше смотреть, и при этом у них ничего не происходит, по сути дела они выходят на уровень, когда код понимает, написать не могут, писать не могут, почему, потому что не проработан материал, понимаете, в основе всей проработки, вот сейчас пришла правильная мысль, и я подобрал правильные слова, вчера я их не смог подобрать, ведь помните, когда мы с вами рисовали про хлеб, молоко, сметану, это все сводилось к простым понятиям, да, это список в Python, так вот, все действия, которые бы мы не делали, в первую очередь должны идти на укрепление базы, именно изучая язык, мы в любом случае сталкиваемся всегда с функциями, в классах функции это методы самих понятий там классов, тех же там абстракция, инкапсуляция, наследование, их не так много, и это не так принципиально, принципиально, что мы с типами данных функциями сталкиваемся постоянно, но с разных сторон, и при разных обстоятельствах эти вещи вытаскивают разные сопутствующие наши грани, которые мы недопонимаем, вот как я объяснял с тем же интерфейсом, да, то есть, по сути дела, за нашим пониманием какого-то слова не стоит перечня действий в голове, если не стоит перечня действий, то мы не сможем программировать, потому что по одной простой причине, если, как я говорил, мы идем пить чай, да, или мы составляли список магазин, да, то у нас сразу родилось, что, ага, список в Python это квадратные скобки, мы применим метод append, то есть, я это знал, и я это могу применить, я этим могу размышлять, но когда это было скрыто, да, и мы не можем, у нас нет порядка действий, то мы, конечно, не можем писать код, потому что нам нечем размышлять, и вот, когда человек просматривает просто видеоуроки, да, видеоурок просмотрел, проделал, просмотрел, проделал, не окунаясь в мир программирования, он в любом случае придет к одному выводу, к одному, то есть, результату, код понимать будет, писать не будет, и это будет до тех пор, пока он не изменит свой стиль обучения на правильное слово, здесь будет на определенным образом, да, на стиль обучения определенным образом, который вложен в школе, код мы будем писать в школе, да, здесь мы просто, так вот, смотрите, что за это время проделывают ребята, на самом деле, два последних пункта, они вообще вылазят совершенно разные, поэтому нельзя рассказать, я расскажу только общий смысл, почему изучать двух, изучение двух языков, вот с этой стороны вы тоже поняли, как заниматься, вы просмотрели видеоурок, потом вам необходимо проделать этот видеоурок со своими примерами, то есть, совершенно по-своему назвав и спрогнозирую какую-то ситуацию 4-6 примеров, при этом 100% у вас вот тут этот пункт надо убрать, у вас при рассмотрении кода, вы когда будете смотреть код, сейчас вы поймете, о чем я хочу сказать, вот смотрите, просто на примере, вот у нас модель Джанго, да, модель Джанго, смотрите, когда мы смотрим на модель просто, да, вот, это делается так, но мы не понимаем почему и как, да, то для нас этот код остается вроде бы понимаемым, мы в принципе то понимаем, что это поля, да, мы неясно понимаем задачи мета-класса, мы не осознаем сам принцип, что здесь в принципе написан чистый Python, да, только немножко в измененном виде, но я как человек, который обучает Джанго и более четко разбираюсь сейчас, когда начал курс, начал ребятам, от ребят требовать такого понимания и доносить им, что когда вот я посмотрел на класс, я понимаю немножко по-другому, у нас есть класс, который наследуется от модели, да, далее мы видим два поля, одно для меня сразу считалось и в мозгах малое текстовое поле с ограничением символов 200, второе у нас будет пусть поле слуг field, оно будет уникальное, то есть при этом смотрите, вот этот пункт сейчас, да, от кода к документации, то есть по сути дела если мы откроем Джанго, а мы это все с вами уже изучали, да, знаем ли мы то, что в скобочках где смотреть, если мы не знаем где смотреть документации, то мы в принципе вопросом не владеем, но на самом деле я четко понимаю, что в типах полей и это то, что мы называем, да, это опции полей, но если вы не знаете где посмотреть, не знаете чем оперировать, тут вполне понятно мне логика, потому что слуг, то есть оно не может быть одинаковым для двух записей, поэтому оно уникально, и вот когда вы понимаете какие опции вообще можно, то есть и при этом в голове у вас связывается, что вот эти опции относятся именно к полям, и в то же время у вас в голове связывается, да, что класс мета, а что это, к чему это, а у вас должна выплать информация, что мета это напрямую изменение баз данных, то есть в данном случае мы переименовываем, в данном случае мы меняем, то есть задаем сортировку, захотим там в обратном порядке сделаем, да, но в общем классе мы рассматриваем для себя понимание, что класс мета не относится к полям, а относится к изменению чего-либо в самой базе, но при этом мы понимаем, что так в общем это класс Python, то а классы Python поддерживают методы, и мы считываем, и в данном случае мы записали первый метод, а методы уже действуют на сами поля, то есть вот видите, это все произошло у меня, то что я вам рассказал автоматически, я об этом не думал, да, это вот как поход в магазин, это потому что вот у вас тоже так будет, когда вы будете изучать, поэтому если вы изучаете, у вас есть значит уникуи, да, то и вы не прошли прямо сейчас, когда изучаете в этот момент полям, не нашли их, не прочитали, потому что в данном случае вы четко понимаете, что это поле уникально, да, потому что когда вы будете создавать запись, создадите одинаковую запись, вам это не даст, вы понимаете смысл, но когда вы идете от кода к документации, через время вы изучите документацию, а во-вторых, вы начнете понимать терминологию документации, и потом будет работать обратное, читая документацию вы будете понимать, что делать, вот это важный очень принцип, который в принципе я говорил, понял Михаил Беляковс, когда он описывал, где я сказал, дам историю ребят, почитайте, когда Михаил описывал, что я понял, что вот тут дам ссылку, да, что я не умею работать с документацией, при этом до этого он учился 3 месяца на этих курсах за 500 долларов, где в принципе не научили этому, почему, да потому, что это невозможно, вот это то, что я сейчас говорю, я говорю о мелочах, то, что влияет на ваше реальное программирование, если так, как я, объяснять, так, как я, делать, то никакие курсы в 3 месяца не уложатся, да, правильно, согласитесь, на это надо время, переосмысление, написание кода, этим отличается школа, что здесь взял и занимаешься, то есть проделали, вы должны взглянуть на ваш код и вот делать, как вот именно вот этому и научился вот потом в школе Миша Беляковский, я понял, что он пойдет, да, то есть когда он описал мне задание, сейчас я его найду в группе, чтобы вам немножко увеличить, и когда мы начинаем читать, так будет называться таблица в админке единственное число, так будет называться таблица в админке множество число, модель Чарфилд, мало текстовое поиск со следующими характеристиками, то есть по крайней мере я увидел и вы сейчас видите, да, что человек понимает о чем пишет, да, а вот поэтому прочитайте, когда вот Миша там описывает, я не хочу пересказывать, статья длинная, как он понял, что это важный момент, ребят, на самом деле, как работать с документацией, ведь именно когда вот эти программы начинают приобретать для вас жизнь, вот этот код, видно, что человек и вы понимаете, и видно, что он понимал, или там нейм, да, сортировка будет происходить по возрастанию по полю нейм, да, и так далее, и так далее, дальше он затронул, но я видел, что где-то есть пробелы, пробелы, но это мелочи, форинкей, то есть многие к одному, money to money, хотя сразу, да, бросается в глаза, что там Asachi хорошо проработал, но я думаю, что в курсе, который я сейчас делаю, это мы проработаем основательно, да, то есть здесь уже меньше пояснений, почему, потому что потому что не была затронута база, но для того момента, когда он выполнял, это был уже очень хороший код, да, очень хороший, я считаю, код для человека, который просто действительно начал разбираться, я понял, что у него дело пойдет, то есть он начал правильно работать с документацией, что сразу отразилось на его коде, да, он стал живой, понимаете теперь, о чем я говорю, так вот, когда вы, я говорил так всегда, когда вы работаете со своим кодом, и смотрите на элемент, во-первых, голове проговорите сам смысл, как я рассказывал, что от чего зависит, во-вторых, а четко ли вы понимаете, что делает тот или иной элемент, а посмотрите его документации, да, вы понимаете, но вы должны посмотреть, чтобы, вот Миша понял главную вещь, хороший программист от плохого отличается тем, что хороший знает, где что найти, потому что все упомнить нельзя, да, вот так будет правильно, и еще я говорил, вот тут я вчера не записал, забыл, то есть, слышали, да, что надо делать, посмотреть, посмотреть методы, и, чтобы у вас на весь код было нормальное понимание, со временем, вам не надо будет так перебирать, вы будете считывать все моментально, то же самое, как, грубо говоря, поход в магазин, пошли, купили, пришли, без усилий, но сначала усилий придется, свои примеры, и проделать, проделать это, проделать в командной строке, лучше в Jupyter, в школе есть занятия, то есть, пока вы не работаете с Jupyter, а мы тоже этому начали уделять особое внимание, пока вы не работаете в командной строке, у вас никогда не будет понимания документации, потому что вся документация в любых языках пишется в командной строке, но в командной строке, как мы начали говорить в курсах, надо достраивать, то есть, если мы выбираем модель, то остальное мы достраиваем, но это мы учимся в школе, я сейчас не буду, дальше, от кода к документации мы стоим, задокументировать, то есть, я всегда говорю, начинается проект, начинается он с Markdown, дальше выполнить домашнее задание, дальше, если у нас вылазит, решить все, что тормозит, исправить прямо сейчас, при материале, не бежать дальше, быстро, это когда вы исправляете, почему, потому что, ребята, есть два изучения языка, один метод, это бег по кругу, второй метод, это развитие, вот такое, понимаете, какой бы мы ни рассматривали код, даже пусть тот Джанго, но везде же все равно затронуто, объектно-ориентированное программирование Джанго, просто немножко в другом стиле, всегда идет, ребята, какой бы код, какую библиотеку вы бы не изучали, идет укрепление базы, если вы пробегаете, допустим, вы проигнорировали, решили, да, а сейчас я вот не пойду, что такое там уникальное поле смотреть, в следующем примере, вы тоже самое сделали, в конце концов, вы сами не замечаете, как это становится привычкой, знания ваши дырявы, и что получается, помните, как я говорил, вот когда мы рассматривали про список, это важный момент, который я хочу все-таки добиться, донести до вас, когда мы, я вам говорил пример, мы держим список бумажный в руках, а потом бац, и мы то же самое делаем, но методами языка Python, да, но при этом у нас, после вот моего урока, у вас четко это отложилось, и у вас появилось действие, вы себе кто-то запланировал, разобрался такой список, и пошел разобраться с методами, и у вас есть с чем думать, то есть абсолютно верно, вы начинаете размышлять, именно уже категориями языка, но используя свое мышление, все очень просто, как в жизни, так вот, когда вы где-то что-то пропустили, считайте, вы бежите по кругу, то, что и происходило у Александра Щегрецова, который, в принципе, помните, с чего мы, видимо, начали, раньше время тратил, сейчас начал инвестировать, еще раз говорю, почему, потому что по мере изучения языка мы, в принципе, везде сталкиваемся с одними и теми же вещами, но с разных сторон, если я говорил, показывал Александр Рогожин, да, написал класс, и вот я говорил про австрактные классы, как оживить, да, в Джанго мы сейчас вот посмотрели, вот там такой класс, но вопрос в том, в любом случае, там мы сталкиваемся с классом, в классе есть методы, просто Александр Рогожин написал так методы, а вот здесь вот такой метод, но принцип методы то есть и есть, по сути дела, мы сталкиваемся с одними и теми же базовыми вещами, с одними и теми же базовыми вещами, стараюсь медленно говорить, чтобы мысль продумать до конца, да, но при этом с разных сторон, и постоянно для нас, вот эти вещи, когда мы делаем вот этот перечень уроков, они у нас вытягивают то, что у нас тормозит, и когда мы устраняем то, что тормозит, то основные вещи, по сути дела, начинают накапливаться, это работа с типами данных, это пусть там в ОВП не так уж много, абстракция, наследование, инкапсуляция, методы, там, библиотеки, это начинает заполняться, у нас постоянно начинает добавляться наш груз, то есть какой положительный, у нас постоянно начинает накапливаться то, вот как списки, чем мы можем размышлять, как только мы проделали, побежали дальше, остановились на этапе, в виде урок побежали дальше, мы бежим по кругу, нашего развития нет, когда мы делаем вот в этом перечне, начиная вот изучение двух языков, как заниматься, то мы начинаем накапливать эти положительные вещи относительно языка, базовых вещей не так уж много, но базовые вещи, как я говорю, их нельзя понимать, например, там, как работает функция, например, там, извлечение по срезам, телефон, извиняюсь, прервал мысль, но постараюсь продолжить, так вот, вот эти моменты будут накапливаться, и я, когда вижу код, как часто ошибка, вот проблемы с функциями, проблемы с основными понятиями, self, init, супер, понимаете, если человек, а супер, допустим, метод, я его включил в одни из первых, это я отдельно скажу сейчас, вот сейчас я тоже подобрал правильные слова, понимаете, там Сережа Асачи, как-то вы будете в школе видеть, супер, вот он написал одним предложением, очень классно, да, я не буду сейчас вам говорить, в школе посмотрите, когда будете делать, супер, где я показывал, да, не буду сейчас искать, так вот, когда вы думаете, а как это работает, значит, у вас нету действий, это надо исправлять, а на самом деле, допустим, применяем этот супер, это хорошо показывает, когда вы четко просто знаете, какой класс к какому отнести, вы думаете над действием, тогда, тогда вы можете за собой проследить, вот правильные слова, что вы на правильном пути, что вы понимаете, когда, допустим, ну, это не значит только супер, это просто я говорю, что, то есть, когда за вашим размышлением стоит действие, которое вы будете делать, а не думать, как это работает, да, тогда, тогда у вас правильное развитие в программировании, вы понимаете, но оно достигается вот этими шагами, и далее задокументировать, то есть, я говорил всегда, начинается проект с Markdav, да, вы пишете там весь код, размышления свои, планируете, выполняете домашние задания, решаете то, что решаете, и обязательно что-то выплывет, да, либо я укажу, либо другие участники зададут, вот эти вещи надо сразу решить, все они будут относиться, будьте уверены, к базе, которую вы где-то упустили, либо не раскрыли с этой стороны, вот над этим и надо работать, вот так рождается программист, вот так вы родитесь как программист, и это не будет у вас за три месяца, да, на любых курсах за три месяца, вы просто примите информацию, но она не будет знаниями, знания рождаются, вот так ковыряясь из мелочей, когда эта информация для вас превращается в знания, то есть, в размышления этими методами, я вот тут сделаю список, здесь кортеж, здесь я закрытый метод, и вы в голове, не имея с собой интерпретатора кода, уже размышляете, и можете записать свои действия, а потом превратить в код, но это все происходит именно из этих вот шагов, я надеюсь, что я вам помог, сейчас просто, что делать, надо заниматься в школе, быть в группе, для тех, кто начал с этого видео, начинать надо с сайта spb-tut.ru получить пожизненный доступ и заниматься, несколько ссылок я дам в описании, о которых говорил, может что-то не вспомню, что-то вспомнил, дам на Беляковского, дам на Жанга, то есть, мы сейчас рассмотрели малый фрагмент, но он у вас многое прояснит, потому что большинство людей, когда я смотрю, а приходят, когда приходят люди, сразу четко понятно, почему у него не получается, вот это и хотят многие люди, изучаю, а когда, а что, а как, будьте в школе, все получится, и изучайте два языка, наверное, все-таки я объяснил, все, ребят, времени уже много прошло, послушайте еще видео раз, если где-то запишите, сделайте выводы, то есть, как изменится ваше отношение, вы должны понять, к программированию, ну, а мне приятно, как двигаются Сережа Осачи, Дмитрий Нах, Миша, Миша, Миша Беляковский, Александр, Щегрецов, Щегрецов, я, может, неправильно произнес, я извиняюсь сразу, и много других ребят, ведь я знаю, что занимаются много ребят, которых меньше времени, которые не могут уделять, но они смотрят записи этих ребят и занимаются, но, что я хотел сказать, в принципе, я сказал, все, спасибо, все получится, Пожалуйста, я вас очень попрошу, если у вас есть знакомые, которые хотят программировать и которым вы хотите помочь, пожалуйста, поделитесь этой записью, потому что это будет важно для школы, это важно для вас, вам скажут спасибо и сделайте доброе дело, спасибо большое вам, все получится, я стараюсь, как видите, выкладываться, стараюсь объяснить, все получится.